300 килограмм сегодня были на твоих плечах. Это впервые? Да. Впервые на соревнованиях? Да, на соревнованиях, да, впервые. А в зале? Ой, в зале много раз было и 315, и 320 даже. В этот раз что-то вообще не задалось. Первый подход 280 тоже у меня вообще плохой был. Почему? Не знаю, трясло меня что-то, как-то неуверенно все было. А 300 это вообще какая-то авантюра, можно сказать, была с моей стороны. А как же 315, 320 донести до соревнований? Болеть меньше надо. Ты болела? Да, и не один раз даже причем. Сколько? За какое время? Раза 3, наверное, за 2-2, за два с половиной месяца. Температура была. Это, возможно, конкурентки твои тебя заражали. Что-то там, да, может порцию навели. Давай, давай, давай! В жиме лежа вроде бы все получилось. Да, все хорошо. Третий подход, правда, расстроилась за отрывы таза. Расстроилась, что не засчитали. А так легко пошла, все нормально. Даже так довольна. Перед твоей тягой, перед первым подходом я у тренера спросил, говорю, как вы готовы в тяге? Он говорит, нет, плохо готовы. Я один раз делала на тренировке 200 килограмм, и то там с криком «Ура!». Тяги вообще не было в этой подготовке. И я, кстати, впервые на соревнованиях тянула в комбезе, в классике. Именно в классической постановке в первый раз в комбезе. До этого всегда без комбеза делала тягу. А здесь вот решили так подготовиться, но что-то не особо получилось. Ты смотрела соревнования СБД «Шеффилд»? Да. Какие впечатления остались? Ну, честно сказать. Наверняка, когда смотрят соревнования спортсмены, они обычно акцентируют внимание на своей категории. Да, так и есть. Да, конечно. Ну, что удивило, вот эта бельгийка у меня, там, 300 с половиной она присела. Да. Вот, да, но это, конечно, космос, это круто. То есть там результаты уже можно сравнивать с экипировочами в прошлом году? Ну, да. Вот 300 она присела без экипировки, 300 я в экипе не встала. Может, надо есть просто бельгийский шоколад? Наверно, да. Какой-то. Да, в этом весь секрет, наверное. Ну, я помню, из предыдущего интервью, которое мы писали с собой в Туле, ты говорила, что Пауэрлифтинг – это твоя работа. Да, да. Поэтому выступаешь часто, выступаешь много. Да, да. Всегда. Ну, а можно, например, зарабатывать деньги, вот как ты на Пауэрлифтинге, выступать раз в год? Не разрешат? Не позволят? Не, можно, но только первое место на чемпионате России надо. И все, можно год не выступать нигде. А рекорды их же тоже оплачивают. А места тоже оплачивают. А так, ну… То есть чем больше соревнований, тем больше денег? Да, да, да. Понятно. Вот ты же получаешь от соревнований не только деньги, но и удовольствие? Да, конечно. На 9? Конечно. Не обманываешь? Нет. И сегодня ты довольна выступлением или нет? Нет, на 3 с минусом. На 3 с минусом. По 10-бальной? Да. С тренировками как у вас дела? Сколько раз в неделю вы занимаетесь? Пять раз в неделю я тренируюсь. Ого, пять раз. Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. Как вы готовитесь? То есть, если впереди экипировочные соревнования, вы в экипе готовитесь? Да, конечно. Если классик готов в классике? Да. Ага. И, например, когда вы готовитесь к экипе, вы готовитесь только в экипировке или все-таки без нее тоже? Нет, бывают тренировки без экипировки. У меня такие легкие, ну там, легкие, средние в понедельник, в пятницу, а вторник, четверг, суббота такие основные, тяжелые. Но если в экипе готовимся, то бывают тренировки и без нее. Говорят, спортсмены, которые выступали в экипировке и хотя бы раз попробовали классику, экипу начинают уже ненавидеть. Есть такое? Да, у меня тоже самое желание. Просто бросить все и все. Жим в экипе оставить и в троеборе, ну, в классике уже выступать. Может, просто как-нибудь ночью тихонечко сжечь экипировку? Не знаю. Вот, наверное, да. У меня есть такое желание, потому что, если вспомнить, все мои выступления в экипе, они все ужасные. Ну, только кроме жима. Ну, чемпионат мира ты же выигрывала первенство? Темпионат мира выиграла. А, чемпионат мира тоже. Ну, очень, совсем ужасно все было. Тогда, да, это единственный раз был. Ну, я думаю, что тренер тебе говорит, что экипировка все-таки нужна. Да, он меня заставляет. Буквально прям. Ну, ты же сильнее, скорее всего, его. А? Ты же его, скорее всего, сильнее. Ты больше поднимаешь? Да. Ну, я не могу с этим поспорить. А почему он говорит, что экипа нужна? Что им движет? Не знаю. Ему нравится. Нравится? Ему нужны спортсмены, кто будет в экипе заниматься. Ему нравится. Он получает удовольствие от этого. А я нет. Ну, я не знаю. Мотать бинты, натягивать комбет – такое себе удовольствие. Да. Ну, там, типа, веса больше, адреналин и так далее. Тем более, он и начинал в экипировке, ну, тренировать. Он сам выступал в экипировке? Нет. Он выступал еще в 80-х годах в тяжелоатлетике. Ага. Может, просто, если ему нужен спортсмен, ну, подсунь кого-нибудь вместо себя? Да. Кто будет в экипировке выступать? У нас в зале вот все в классике практически. Там я и одна девочка там еще, и все. Все остальные уже на классику перешли давно. Понятно. Поэтому он держится за последних двух девчонок. Да, да, да. Если не секрет и не тайна по деньгам, можешь нас ориентировать, сколько можно зарабатывать в Калужской области на пауэрлифинге? Ну, я не знаю. Это зависит от количества рекордов и от занятого места. А, ну, зарплата месячная там тоже зависит от того, какие места ты занимаешь. Ну, сколько получается в месяц минимум и максимум? Минимум и максимум? В месяц? У меня, например. Да, да, да. У меня ежемесячная зарплата стабильная. Одну и ту же сумму я получаю. Цифры ты нам не скажешь? Нет, не скажу, не скажу. Потому что это будет очень завидно нам. Да, да. Все будут в шоке. Когда мы в Туле с тобой общались, у тебя была травма спины? Да. Сейчас с ней все в порядке? Нет, все прошло, да. Сейчас просто новые приколы начались, да? Да. Экип и шалит. Не дает мне нормально. Но мы с Тейнером немножко пообщались. Он говорит, что где-то были какие-то такие глупые какие-то заболевания. Типа травления. Ну, да. Было, да? Ну, в основном там температура, да, всякое такое. Я предполагаю, что с иммунитетом просто что-то. Таких, ну, часто достаточно болеют. Экипировка иммунитета сужает конкретно? Да, это все из-за нее. Убираем. Да, да, да. Как зовут тренера? А? Владимир тренера зовут. Владислав Юрьевич. Владислав Юрьевич. Экипировку убираем. Да. Убираем. Перидонов требует. Иммунитет тоже. Да. Спасибо. Бpta. Субтитры делал DimaTorzok